Девушки отдыхают 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 как я делала всегда, то ничего не выйдет, то есть трезвое состояние ежесекундно, то есть контролировать ситуацию нужно постоянно. Скажите, о чем вы думаете во время выступления? Понятно, что вы в первую очередь пытаетесь контролировать все, контролировать ситуацию. Есть ли какие-то мысли в этот момент? До Олимпиады я, конечно, пыталась справиться со своими эмоциями и со своей нестабильностью, и когда я выступала, поначалу я просто, какое-то мгновение, как сон, я не помнила вообще, что я делала, потому что полторы минуты выходишь на адреналине, это как прокатиться по американской горке, то есть вроде бы как бы и прошло, но как бы каждую деталь ты не помнишь, и поэтому нужно контролировать ежесекундно и думать о том, что я и предмет, я и предмет, там, в общем, проговаривать каждое замечание, каждое вообще, все, что я делаю, то есть тут стопа, тут рука, тут четко, тут вот я поймала его, передала, пока я не взяла его, я не отпускаю его, это очень тяжело, конечно, собраться, и вот именно в такой короткий период проанализировать, еще улыбнуться, физически работать, это, конечно, очень сложно. Мне кажется, у вас в голове компьютер, раз вы успеваете контролировать такое количество вещей одновременно. Это да. Давайте поговорим теперь уже об Олимпийских играх, которые состоялись в 2016 году. Скажите, ваше золото было для вас ожидаемым? Конечно же, я мечтала об этом. Конечно же, в 2016 году у нас проходило много этапов Кубка Мира и Гран-при, и когда я стояла на пьедестале на первом месте, я представляла, что в Бразилии я так же буду стоять, так же петь гейм, на тот момент у меня сразу мурашки, и я мечтала об этом, конечно, но когда выступала, я не думала о том, что выиграю, не выиграю. Для меня был огромный страх это подвести себя, тренера и вообще всю страну и выступить плохо. Это был единственный мой страх, не то, что проиграть и что-то еще сделать. Моя задача была просто хорошо выступить, ничего не потерять, все сделать идеально и то, над чем я работала. Поэтому, конечно, от меня больше ждали второго места, потому что больше делали ставки на Яну Кудрявцева, но это спорт и Олимпийские игры, это абсолютно другие соревнования, вот просто. Вот как раз подтверждение ваших слов, приведу цитату вашего тренера Ирины Винера-Усмановой, которая сказала следующее о вас. Вы четыре года были на вторых позициях, уступая первое место как раз гимнастке и вашей подруге Яне Кудрявцевой. Ну и вот, Олимпиада в Рио, золото ваше. Вы, являясь подругой Яны, было ли вам обидно за нее? Все-таки золото ушло не ей, а вам. На самом деле я ее очень понимала в тот момент, потому что как раз-таки на протяжении четырех лет я проигрывала чемпионаты Европы и мира. Я также шла чисто, лидировала, и потом в какой-то момент у меня происходила потеря. Так же случилось и у Яны. Яна Булаву, да, по-моему, потеряла? Да, и я в этот момент ее очень хорошо поняла. Но на самом деле... Поэтому мы ожидали, что Ирина Александровна сказала, что я действительно роняла. Но Ирина Александровна мне сказала, что мы месяц были в Бразилии на сборах, и перед тем, как поехать в Рио, уже в Олимпийскую деревню, она сказала, что если ты выступишь чисто, то ты выиграешь. Но тогда я не поверила. Вот не поверила, потому что ну как так можно? Ну как можно так говорить? Потому что все равно можно было придраться хоть к чему-то. То есть там не докрутила поворот, не достояла в равновесии, там руку согнула ленточкой об себя, ну коснулась даже. Нас даже за это снимают, если ты слегка коснешься ей. Поэтому выступить идеально прям, но это невозможно, потому что нет предела совершенства. А для вашей подруги Яны второе место из серебро было каким-то личным поражением? Она сильно расстроилась? Я думаю, расстроилась она, конечно, сильно, потому что когда у меня были такие поражения на чемпионатах Европы и мира, я очень сильно расстраивалась. Но тогда у меня была ситуация намного хуже. На чемпионатах Европы я была пятая, я даже не стояла на пятистале. На чемпионате мира была вторая в многоборье. Да, я это очень понимала. Но для нее это серебро было как золото, потому что она преодолела и операцию, и очень много сложностей, конечно, без которых в большом спорте не обойдет. И не изменяет память, в 2011 году ваш тренер Амина Зарипова привезла вас на спортивную базу в Новогорск для того, чтобы показать вас Ирине Виннер-Усмановой. Мы все прекрасно знаем, что у Ирины Виннер непростой характер, и что она очень жесткий тренер, но при этом великий. Когда был просмотр, у вас был страх не понравиться ей? Боялись ли? Конечно, я боялась, потому что у меня всегда был образ Ирины Александровны такой очень строгой, такой прям непоколемимой женщины. Но когда я пришла, она человек настроения, поэтому я пришла, и она начала спрашивать, кто у меня папа, почему я такая смуглая. Начала рассказывать какие-то истории, там, вот, ну вот, было все очень спокойно и очень здорово, тем более она там сказала, прыгни прыжок, а прыжки – это вот моя коронная вещь, значит, я как прыгну, а она там, здорово, и все, и у меня как напряжение сняло. Но тогда были сборы, и пришла подготовка к первым юношеским Олимпийским играм, и сказали, что 95-го года у нее завались девочек, зачем она мне нужна. И меня хотели отправить выступать на первые юношеские Олимпийские игры за Бангладеш, чтобы я добралась и выступала, ну, вроде бы это как бы очень престижно, первые Олимпийские юношеские игры, но если бы тогда я согласилась выступать за Бангладеш, я думаю, я бы не стала в Олимпийской чемпионкой, потому что в Бангладеш нет никакой финансовой, никакой поддержки, потому что даже этого вида спорта нет, они его не признают, поэтому вот так вот, это было роковое решение, мне кажется. Мне кажется, да, это сыграло вам на руку, и, в общем, это было очень важное решение для вашей будущей карьеры. Скажите, из четырех пор, на самом деле это такой тяжелый адский труд, что людям, которые это не прошли, очень легко сказать. Я выступила в Бразилии, приехала, после сдачи топпинг-тестов, я приехала в Русский дом, и мне там уже сразу спрашивают, ну что, в Токио? Я такая, говорю, ну я только сегодня выступила, как? Я еще не поняла, что здесь произошло, вы мне уже про Токио. Конечно, это легко сказать, но Олимпиада очень сложное соревнование, и если я ехала в Бразилию, не зная, чего меня ждет, то в Токио я уже буду знать, чего ожидать, а может быть хуже, а может быть легче, но легче точно не будет, это правда. Но, конечно, мечта, конечно, это особенное соревнование. Пик вообще самый топ для каждого вида спорта, для каждого спортсмена. Но вы говорите все-таки так, как будто вы собираетесь ехать в 2020 году в Токио, да? Ну, посмотрим, может быть, посмотрим. Я думаю, что мы тут здесь все ждем, что это произойдет. Первый желающий появился. Здравствуйте, Маргарита. Меня такая, наверное, больше сказать, корыстная цель. Я с Первого канала приехала сегодня сюда. Мы сейчас собираем новое шоу в Индии. В принципе, интересно было бы принять участие в спортивно-развлекательном шоу на Первом канале или нет? Ну, можно ли с вами как-то это обсудить? Вполне может быть, смотря какое шоу. Потому что как-то мне предлагали про танцы, но у меня муж был против. Почему? Он сказал, что танцевать ты будешь только со мной. Правильная позиция. Так что, а вон мой стоит Александр, так что вы можете с ним поговорить. Спасибо большое. Я хочу задать вопрос. Можешь ли ты мне дать автограф? Могу. Могу прямо сейчас. Так, вот здесь вот еще внизу тянут руки. Здравствуйте. Была ли у вас хандра и желание закончить спорт? Или может быть, не пойти какой-то день на тренировку? Так, сейчас я выстрелу. Насчет того, что закончить я хотела, когда мне было 13 лет. И когда в старой школе, в своем клубе, где я тренировалась, дальше расти уже было некуда. И родители понимали это, и я понимала. И я хотела закончить и пойти учиться, потому что я очень серьезная девочка была в детстве. И я переживала о том, что переживала о своем будущем. Думала, что мои одноклассники уже знают, куда пойдут учиться, а я еще не знаю. У меня очень мало времени уходит на школу. Поэтому я уже собиралась заканчивать, но мои родители приняли очень важное решение. И записали на просмотр меня к тренеру в Центр Олимпийской подготовке. То есть с этого началась моя вторая жизнь в гимнастике. То есть вот тогда я прям хотела конкретно закончить. И, конечно, было много моментов, когда я не хотела идти на тренировку. Очень много было моментов, в общем. Но когда у тебя есть цель, нужно понимать вообще, для чего ты тренируешься, что ты хочешь добиться. Должна быть мотивация. Поэтому это очень тяжело. Очень тяжело найти свою мотивацию, свое счастье, свою радость, чтобы было настроение идти тренироваться. Но если просто тебе легко на своем пути, значит, этот путь не совсем правильный. Потому что на правильном пути к высоким целям всегда этот путь очень тяжел, тернист. И приходится преодолевать себя и от чего-то отказываться. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, после Олимпийских игр вы тренировались так же, как до Олимпийских игр? Или легче? Или не тренировались вообще? Нет, к Олимпийским играм я тренировалась очень много. Очень-очень много. Особенно целый месяц, когда мы были на сборах в Бразилии. Мы тренировались с 7 утра до 6 вечера, до 7, до 8 бывало. Но после Олимпиады уже был такой спад, такое счастье, такое расслабление, что я после Олимпиады отдыхала 10 дней. И потом сразу же после отдыха поехала на клубный чемпионат мира выступать. Без тренировок, без всего. И вышла выступить прям сразу, потому что мы настолько много тренировались, что моей физической подготовки хватило бы еще на месяц вперед. Спасибо. Здравствуйте, Маргарита. Очень-очень приятно вас в фестивале увидеть неожиданно. Такой вот вопрос. Кем вы себя представляете в 30 лет? Чем хотели бы заниматься, чем мечтали бы, когда именно спортивная карьера выступлением закончится? На самом деле очень тяжело профессиональному спортсмену решить, что ему делать после завершения карьеры. Но к 30 годам, я уже надеюсь, у меня будут дети, я буду мамой, потому что я воспитана в такой семье, что для меня очень важны семейные ценности. И я мечтаю всегда о большой семье. Поэтому я надеюсь, что я буду мамой, у меня будут дети. Но, конечно, я бы хотела после спорта остаться в самом спорте. Может быть, не тренером, а может быть, помогать с какой-то другой стороны, развивать спорт в регионах. Возможно, в Олимпийском комитете работать. Не знаю, но просто хотелось бы остаться в спорте, потому что я никто, как кто-то другой, знаю его изнутри, все детали. И вообще, я прошла сама весь этот путь и думала, что я могу чем-то быть полезной. Свою школу в Бангаладеше не хотели бы открыть в будущем? Нет, у меня спрашивали про мою школу в Москве, но я бы хотела. Но немножечко попозже. Позже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!